Снова всем привет, мои дорогие, любимые подписчики и гости моего канала. С вами снова канал Мария Муэмир и я Мария. И мы с вами продолжаем проходить игру Ледникового Перёд 3 Эра Динозавров. И как я говорила, осталось уже совсем немного, совсем немного от игры, буквально 2 эпизода. Сейчас у нас уровень Смолиная Яма. Ну, если быть точнее, он называется что-то вроде опасность. И да, ребят, я ещё забыла сказать, что когда вы выходите в главное меню, то вы там можете увидеть название эпизода, на котором остановились, и, скажем так, игровой прогресс, то есть на сколько процентов вы игру прошли. У меня сейчас высвечивается, что на 88%. Итак, сейчас наше задание пройти Смолиную Яму. Давайте, кстати, зайдём в лавочку, посмотрим, что можем купить. Гентарный кристалл. Всё, смотрите, мы всё скупили. Так, ну что, пойдёмте. А, да, ребят, я же кое-что забыла. Видите, вишенки у меня снова маленькие. Так, вот часть чуть не утонула. А сейчас я активирую. Видите, они как собираются, только если к ним вплотную встать. Сейчас я активирую снова вот это всё. Потому что, как я говорила уже в одной из прошлых серий, оно, если вы выходите, оно, ну, видите, откатывается, скажем так. Каждый раз вот эти все, ну, улучшения, это надо заново делать. Ага, вот видите, огромный синий кристалл. То, что нам нужно. Ой. Вот игра только началась, а у меня персонаж уже утонул. Могите, вишника хорошо, теперь их видно отовсюду и кристаллы. От этого, видите, они маленькие такие были, еле заметные. Так, я там вишни не... Подождите, я... А грибочек, я же разбивала грибочек. Ну, засчитался мне? Не засчитался. Ну, вот так, видите, если, ну, не успели сохраниться, ну, дойти до контрольной точки, то, ну, видите, заново всё приходится делать. Только вот ваши покупки сохраняются. И кристаллы сохраняются. А вот вишенки не сохраняются. То есть их каждый раз надо заново собирать. Ну, то есть фрукты. Да, как я уже говорила, это предпоследний этап в этой игре «Смоленая яма». И это, пожалуй, на мой взгляд, самая сложная часть игры. Потому что, ну, я помню, когда первый раз играла ещё сама. В детстве ещё, ну, говорила, что знать ещё ни о чём таком не знала. Так. И у меня были даже моменты, что я какой-то, ну, не могла эту иглу даже... Вернее, вот этот эпизод, ну, не получалось у меня долгое время проходить с первого раза. Ну, то есть проигрывала я тут очень часто. Не знаю, как сейчас пойдёт. Надеюсь, что я её быстро пройду. Этпиз, видите? А, и вот, видите, тут надо быстро, потому что... Вот эти кости, по которым мы прыгаем, они, видите, постепенно погружаются в смолок. Так, всё, дошли до контрольной точки. Так, погодите, я не помню, а как с тем кристалликом быть? А, ну, я его, наверное, видите, соберу. Тут как раз вот идёт так немножко в обход. Ну, если что, начну уровень сначала и, как говорится, придумаю, как его забрать. Так. Ой, ну, вот я же говорила. Говорила я вам, что тут сложно будет. Вот, я говорю, маленькая была даже, ну, в детстве, когда первый раз играла. Первый раз, вот, даже не получалось у меня с первого раза пройти. Тьфу, ребят, наконец-то преодолела. Так, извините, пришлось мне ненадолго отвлечься, на телефонный звонок ответить. Я не знаю, вот почему я падаю. То ли играть, ну, забыла уже, как прыгать и хвататься. Ой, я не знаю. Вот я, кстати, насколько помню, вот в этот момент мне тоже не давался. Ну, долго не давался. Когда играла-то раньше, в детстве ещё. И вот сейчас вот. Я-то ещё сказала, что, надеюсь, благополучно буду проходить. Ну, как видите, не совсем получилось. То есть, видите, много распадать пришлось. Я, наверное, 50-то, я поболезаю всё, вот эти все падения лишние. То есть, одно-два только оставлю, а остальное я всё вырежу. Так, кристаллик там. Дайте-ка я, ребят, на самом случае до контрольной точки дойду. А тут я опять упаду. Так, где-то тут контрольная точка. Так, контрольная точка. Так. Где контрольная точка? Дайте мне срочно контрольную точку. Видите, проблему начать. А, нет, туда я не пойду. Там, видите, уже отгорожена территория. Ну, ладно. Давайте сходим уж за кристалликом. Всё равно надо, как говорится. Так, давайте аккуратненько, чтобы, не дай бог, не упасть. Так. Он опускается? Так, ну, пожалуйста, только не упадя, я тебя прошу. Фу, хорошо хоть уцепился. Вот не знаю, что такое, ребят, со мной произошло. Почему я всё время падала на этом вот моменте? Мне казалось бы, только вроде уровень начался, а я уже упала несколько раз. Извините. А, ну, и у нас, конечно, как всегда, классическая вот эта стандартная битва с динозаврами. Так, давайте использовать комбинацию действия и атаку. А то видите, много и тольно. О, и дали как можно. Так, в парамёт. Ну, и кем они нас ещё это ранят. Потому что они нас кисают, они нас ещё это ранят. Ой. Да всё на меня всё время один и тот же динозавр, как приятный напасть. Всё, пока мне вот этот комбасмерч опять сделать, я и забыла. Так, погодите, я сейчас контур ещё открою. Ага, атака действия два раза. Атака действия два раза. Запомним, ребят, комбасмерча, так, а действия два раза. Так, лечи. Знаете, тут побегаем, пособираем пока. Тёпа сказала, пока мы назад ещё не прибежали. Там чё, динозавр, башкой треснулся. Так. Так, попробую теперь действия два раза. А нет, не получается, что-то они так делают. Смотрите, вот с этими, тут с блангонгами, с ними сложнее всего, а не те самые сильные. Ой, опять битва с гостом, с анкилозавром. Вот помните, когда мы играли в уровень защиты динозавров, он там просто мило пробегал, а вот на таких вот, он уже на нас нападает. Ой, видите, он нас попытался своим шаром долбануть на хвосте. Так, сейчас, ребят, подождите. Я тут проверю, всё у меня собрала. Так, вроде всё. Так, давайте возьмём самое мощное пока, спаромёт. Вот видите, прицел автоматически наводится. Так, всё, кончилось. Ну а давай, вот тебе, вот тебе, вот тебе. Вот видите, какая система, то есть, сначала побуждаем маленьких динозавров, а потом, скажем так, битва с большим динозавром. То есть, сначала это вот был анкилозавр. Блин, протаранили меня. Потом это был длицератор, теперь опять, теперь опять анкилозавр. Так, всё, личи. У меня остались личи. Всё, победили. Продолжайте двигаться по смоленой яме. О, одна из личи, которая зацетила взорвалась. Что-то, я смотрю, эти личи что-то встречаются, они везде. Какие-то они такие. Тоже своей немножко жизнью живут. Так, ага. Брызгал бы, значит, наполнять. Я вот не знаю, есть ли эффект вот от этих больших пушек, ну, то, что от них, будет ли от них больше какой-то, ну, урон, скажем так. Ну, вот, по-моему, я, насколько помню, от больших снарядов с тем же Сидом, ну, от Смешков, помню, глядь, и шишек, по-моему, был. Ну, по-моему, ну, типа, можно было одним или двумя ударами врага оглушить. Я не знаю, короче, ну, может быть, а может, это просто так, по-приколу. Что у нас, типа, тяжёлое вооружение, тяжёлое архиерия. Так, ещё раз. Так. Ну, видали, можно вот так, от нас курия их залепить. О, плавочка, давайте посмотрим, что-нибудь есть новое? Не, ничего. Всё, ребят, смотрите, всё скупили. Действительно, только мини-игры нам больше почему-то недоступны. Пройдите смоленую яму, да знаем мы. Да, ребят, это и правда пустите янтаря. Я вот раньше когда играла, я не знала, что это. Ну, на лёд это как бы не похоже, лёд был на леднике. Ну, в нашем мире, не в мире динозавров. А тут что-то рыжее. Я думала, что это мёд какой-то застывший или нектар. Тебя нет. Как бы поняла и потом посмотрела в интернете, я убедилась окончательно, это янтарь. Так, короче, ребят, вот так, когда прыгаем, держим клавиши скулёт и прыжки. Больше ничего. То есть прыгаем вот эти клавиши, движение вбок, держим. И персонаж падает. Ну, баг, то есть, почему я его персонаж называю? Если у него и стиммер такой. Так, ещё одна контрольная точка. Вы говорите, не люблю вот эту локацию. Ну, во-первых, видите, такая мрачная, унылая. Во-вторых, тут, ну, сложности определённые есть. То есть мне вот предыдущие вот эти джунгли нравилось гораздо больше. Можете, ребят, кстати, писать, какой уровень вашей дымы. То есть ледяной мир или вот этот мир динозавров? Ну, какой вам больше тоже, хотела сказать, уровень нравится там? То есть вот этот вот, опять-таки, ледник, джунгли мир динозавров? Или вот эта смоляная яма мир динозавров? Так. В принципе, фруктов у меня уже очень много. Я, в принципе, уже не понимаю, если честно, что я их сейчас запариваю, собирать. Потому что, в принципе, в магазинчике-то я скупила всё, что хотела. Всё, там, в принципе, больше покупать нечего. Кстати, видели, там даже линзы рыбий глаз. Почему-то больше нет. Типа другие игроки, что ли, купили? Или как? Или у него всё, артемент кончился? Или это временное было? Ну, в принципе, и ладно, фиксим с этим рыбим глазом. Я всё равно его не собиралась использовать. Ну. Вот говорю, вот вечно с этими стенками проблемы. Так, вишню у меня, видите, немножко, ну, тоже откатились. Вот очень внимательнее надо быть с этими стенками. О, вот теперь можно по лозде побегать. О, видели? То есть это даже, я не знаю, не лоза это. Ой, вот видели? Вот в прошлый раз это была лоза, когда мы играли, ну, в джунглях на предыдущих уровнях. И там были шипы уворачиваются. А тут, видимо, это какая-то, я не знаю, может, кость, хребет. И тут, видите, что-то типа когтей торчащих. А может, это типа кости такие острые. Видали? Мы даже не утонули, а разбились. Ой, ребят, не знаю даже, что со мной сегодня. Почему у меня так фигово получается? Вот я и говорю, что вот и в прошлый раз, когда я играла, вот тоже у меня почему-то проблема на проблеме тут была. Я даже помнится, не могла некоторого уровня пройти, вот не могла и все. Потом только подумала, надо же, я прошла. Вот вам, ребят, и детская игра. Это эти детские игры, ребят, на самом деле, они бывают еще коварнее взрослых. Они бывают... Вот вроде выглядят такими детскими, пройденькими. А на самом деле, ну, такая может быть тут, ну, закавыка с ними. Вот с тем же цыпленком цыпой. Зачем я начала стрелять? Мне надо действия сжать, я тут чем-то на кнопку брызгаться нажала. То есть на кнопку быстрела. Ну, хотя бы ладно, хотя бы не упала и только ушла. Так. Только не упади, пожалуйста, дорогой мой. Так, кристаллики в порядке? Ну, вроде бы да. Вроде я пока кристаллов нигде не видела, надеюсь, я не пропустила. Ну, вроде вот, когда играла-то раньше, вот я уже говорила, что небо у меня такого, чтобы я христалла и пропускала. По идее, я их и сейчас не должна пропустить. По идее, это не маленькие кошмары. И вот эти все секретки, они вот такие. Скрытные очень. То есть побродить надо их поискать, куда-то позавлядывать. Тут-то, в принципе, ну, можно сказать, нету таких особо секретных мест. Как бы все на виду. Но все равно как-то, ну, переживать начинаешь немножко. Так, опять то же самое. Вот опять-то, значит, опять будет быть в обходном, скорее всего. Так, погодите, а если я буду... Господи, не надо. Ой, педаль взорвалась леча и пострадали от этого. Так, давайте-ка сначала, раз уж мы лечи взяли. Давайте сначала с растениями разберемся, а потом уже с динозаврами. Так, где эти растения? Да не динозавр, господи. Ну, ладно, давайте и динозавр тоже. Ну, чего там? Так, растения, растения, не пушесы. Да, господи, вот почему всегда один и тот же, говорю? Почему так? На, давайте вот этих засранцев подгоним, чтобы не мешали. Вот видите, просто в чем... Как бы хорошо и плохо этого прицела. Я пыталась нацелиться на растения, а он мне прицел выдает на вот этого вот, на динозавра. Так. То есть он как бы автоматически, этот прицел... Иногда помогает, иногда мешает. Ой-ой-ой, здоровье, ребят. Здоровье на нуле. Вроча клубничку в помощь. Так, клубничка немножко подпитала, есть еще клубничка. Так, все, вроде растений больше нет. Все, и давайте куску, ребят. Вот не знаю, будет ли еще одна битва с косом? Скорее всего будет. Я не иду с большим динозавр. Да, скорее всего, вот помню этот момент. Помню, потому что я от большого динамо вот за этим большим камнем пряталась. Ну, боялось, типа, его, что он меня там на полтора ранит. И я вот за этим камнем большим пряталась. Стреляла бы его из-за этого камня только. Ну, то есть, сейчас-то я не боюсь, сейчас мне пофиг на этого большого динозавра. Смотрите, они прям вылезают, ребят, вот отсюда. Так, хватит меня-то ранить, у меня здоровье не железное. У меня здоровье, видите, на одних ягодках держится. Так, ну все, хватит, достал ты меня. Вот на, получи. Видите, на него два личи надо потратить, самый сильный динозавр. Ну, из самых мелких, скажем так. Ну, давайте остальные личи вот на него потратим. И у нас снова в этом сразу. Так, надо держаться, видите, подальше от него. Как можно дальше. Вообще бы лучше с расстояния стрелять. Вот правильно раньше делала. С расстояния достреляла. Ой, личи заеду кинула. Вот, видите, если вы так просто кинете, я уже говорила, что они взрываются при попадании в цель. Но если их устроить просто так, ну, не целясь, то она упадет и через некоторое время разорвется, как граната. Как бомба. Да, господи, достал ты меня. Давай, давай. Я сейчас еще спаромета найду. Так, вот как раз мне подобрался. Да, сейчас я стояю, как будто одним спарометом тебя добью. Вот и все. Хорошая пушка спаромет. Так. Да, легче и легче, баба. Давайте споры пополним запасы, уйдем отсюда. Не нравится мне тут. Где же могут быть кристаллы? Идем, идем. Смотрите, как баба, кстати, бегает. Смешно забыла все сказать. Лушки дергаются, и попа так крутится, типа. Шик, шик, шик. Ну вот так, чик, чик, чик виляет из стороны в сторону. Видите, какой гордый, как гордо бежит, круто. Целеустремленно. Вот я помню, тут какой-то есть момент, вот сейчас, наверное, скоро будет, который у меня вообще извозил капитально. Так, пройдите смоленные водопады. Я помню, что, да, есть тут момент, который тут особенно тугой будет. Вот не знаю, когда он будет, наверное, скоро. Вот не помню, вернее, хотел сказать, а не не знаю. Вот тут лучше не торопиться. Если где-то можно было там, бежим, бежим, бежим пробежать, то тут лучше, ну, повнимательнее быть. То видите, какие казусы случаются. Смотрите, ребят, немножко игру расширили. По идее, мультиринга заканчивается на том, ну, что Сида спасли, и все, и обратный путь. И не показывают, как этот обратный путь героя проделали, а вот тут показывают. То есть тут еще, скажем так, показать вот этот обратный путь через смолевую яму. О, кстати, вон красный кристалл. Да, похоже, это типа... А, вот он, вот он, ребят, этот ненавистный момент, мурою. Который меня доставал еще тогда. Тот самый вот, который тугой. Я думаю, ребят, вы уже видите, что там ждет нас впереди. Так, вот тут в секрете, кстати. Сейчас покажу. Ну, только не утони, я тебя прошу. Ну, вот видите, такой себе, конечно, секретик, но... Ну, мало ли, вдруг кому-то интересно. Вот видите, долго на косточках стоять нельзя. Они постепенно уходят от смолок. Ну, видите, смола течет. Да сколько, ребят, смолы тут. Кстати, больше на нефть похоже, чем на смолок. Может, это нефть? Как говорится, мам, я нефть нашел. Только я этому не рад почему-то. Долбанный антивирусник, ребята. Выскочил мне тут. И немножко мне запись похерил, скажем так. Ну, хорошо хоть, знаете что? Хорошо хоть, знаете что? То есть, видите, у меня немножко оборвалось. То есть, я вон там запрыгнула внизу. Пробежалась, видите? И вот здесь поднялась. Но я уж не стала заново проходить. Ну, смысла нет. Так бы недалеко ушла хотя бы. Хорошо. В общем, ребят, что произошло? То есть, вот я стала... Там ползти. Я думаю, почему меня игра затормозила? А она у меня свернулась. И у меня выскочил антивирусник. Типа, ваша версия антивируса устарела. Ну, и как получилось? У меня запись на этом месте немножко оборвалась. Но знаете, что хорошо? Вот чего мне повезло? Я уж испугалась. Думала, все. Я думала, что у меня все испортилось. Я думала, что у меня, ну... У меня же там видеозапись-то довольно большой была. Но у меня было с того момента, где, ну... С динозаврами последняя вот эта битва. Перед битвой с... С этим Трицератопсом. Я думаю, господи, неужели мне придется игру заново начинать? И вот с этого места начинать запись. Но нет, обошлось. Сохранилось, слава тебе, господи. Ну, чуть-чуть маленький. Буквально несколько секунд игровых пропало. Ну, как бы, ничего страшного. То есть, могло бы быть и хуже. Да уж. В следующий раз я включу этот долбанный антирюзник. А то, чтобы... Чтобы он мне потом, опять-таки, не помешал как-нибудь в дальнейшем. Вот видите, чуть не случился у меня, скажем так, геморрой на ровном месте. Так, посмотри, что там по кристаллам. Ага, последний остался, синенький. Вот, мы один уже нашли здесь, красный. Вот он, его до жизни дали, было видно. А, кстати, в принципе, я говорила, что этот момент мне раньше вообще не давался. То есть, я тут падала постоянно. Но сейчас я, в принципе, плюс-минус прошла поиск раз. Первые попытки, можно сказать. Даже удивилась, даже не заметила. Но вот если не считать то, что это вот у меня антирюзник немножко все подпортил. Вот этот дурацкий. Так, теперь мы скользим по костям. То есть, в прошлый раз мы скользили по лозе. Когда мы были, ну, в джунглях. Ой, блин, я и забыла. Ой, блин, прости, Бак. Я думала, что пригнуться можно, а я что-то забыла. Правда. Да что ты... Да что у меня через... Через хвост-то все пошло, ребят. Время скользить, типа. А, вот тут я, кстати, помнится, тоже мне долго мучилась в детстве. Тоже долго не получался вот этот момент. Тоже все время падало. Потому что я вот эту фразу хорошо помню. Так, чуть опять момент. Видите, упустил немножко, уже все. Ой, видите, уже разваливается. Поэтому надо поторопиться отсюда уходить. Пока тут все не засыпало. Но это помните, как в конце третьего мультфильма, помните? Был такой момент, вы перебирались там. Перебирались через мост из скелета динозавра. И он его обрушил в конце. Вот тут примерно тоже. Вот, видите, теперь мы скатаемся с вами на большом валуне. Вот, как помните, играли за сида, катались яйца в укрытие. А тут мы катаемся на рукаве. Так, погодите. Ага, это продолжение уровня. Если вы думали, что это новый уровень, нет, это именно продолжение. То есть мы все еще двигаемся по смоляной яме. Кристалл где-то здесь последний. Ага, вот тут видите, в чем прикол, что тут ветер постоянно дует. То есть мы не сможем никак переждать. То есть нам надо просто очень аккуратненько сейчас катиться. Катиться очень аккуратненько. И как бы стараться не упасть. Так, а вот здесь сейчас, видите, контрольная точка. Вот тут, видите, ветер уже... Мы не сможем двигаться, пока ветер дует. Поэтому что мы делаем? Мы вот так... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, унесло в самое начало. То есть, короче, мы дожидаемся сейчас, пока ветер стихнет. И вот сюда закатываемся. То есть пережидаем опять этот ветер. Так, постарайтесь пошустрее, ребята. Вы видите, иначе вас отнесет... Вы не сможете, видите, двигаться против ветра. Иначе вас отнесет опять к самое начало. Ну, старайтесь, конечно, уже не биться. То же, видите, днемся, потеряем немножко здоровья. Фу, еле-еле успела. Вот еще немного меня бы унесло. Так, кристалл. Кристалл, 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 кристалл. Фу. Все, кристалл собрали. Теперь давайте вниз. Да, вот этот момент я тоже помню. Так, все, все кристаллы собраны. Поехали дальше. Да, вот эту фразу я помнится тоже хорошо так запомнила. Еще с детства. Потому что, ну, еще один, скажем так, тугой момент. Чуть микрофон не уронила. Так поодушевилась, скажем так, рассказом. Что чуть не уронила микрофон. Вот тут, видите, вот тут как хида. То есть, когда мы по льдинкам катались, а тут по камням. И вот видите, тоже аккуратно надо быть. Иначе он, ну, наклонится сильно или перевернется и бак утонет. Так. 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 Так, ага, контрольная точка. Вот я помню, что постоянно падала, когда играла раньше. Так, вот тут очень внимательным сейчас надо быть. Видите, они по-тихоньку опускаются. И нам надо, по идее, выбирать такие, чтобы, ну, благополучно спуститься. Чтобы не брякнуться и чтобы в смолу не упасть. Так, все, фиг с ними, с фруктами. Они нам не нужны больше. То есть, уже все, все скупили. Все, что можно. Даже вон кристаллы скупили. Все. Все, видите? Видите, сколько кристаллов? Все, ребят, мы практически... Все, ребят, три последних кристалла. Смотрите, какие мы молодцы все кристаллы собрали. Ну что ж, ребят, последняя голова. Я, конечно, могла бы ее оставить на потом. А, ну давайте, да, давайте-ка я на этом завершу. Мало ли что, вдруг опять какой-то гадусный. И, скажем так, оставлю последнюю битву, скажем так, на последнюю серию. Ну, растяну немножко удовольствие, чтобы не все за раз, скажем так. Хорошего помню немножко, как говорится. Ну, вот помните этот момент, как Баг помогал нашим друзьям перебраться через ущелье смерти, наполненную вот этим свихотворным газом? Помните, да, еще? Которых смех-то безудержный вызвал. Ну что ж, ребят, наша последняя миссия. Руди и мама динозаврика встретились и начали биться. И вот теперь Баг нужно помочь маме динозаврики победить Руди. Что ж, ребят, у нас последняя миссия, но я сегодня хочу оставить ее, скажем так, на самый конец. Давайте я на этом пергубь записи. Я с вами прощаюсь. Видим, что будет уже очень скоро. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова